Красноярский экономический форум в этом году вызвал небывалый интерес онлайн-трансляции. Посмотрели полтора миллиона человек из 56 стран. Открылся КЭФ традиционной работой молодежной площадки. Она объединила более тысячи специалистов. Мы готовы активно включаться в подготовку и проведение 400-летия Красноярска. За время проведения молодежной площадки мы сформировали темы и предложения, которые впоследствии будут нами доработаны. В основной день форума крупные компании рассказали о больших инвестиционных проектах. Например, по освоению сыродосайского месторождения угля на Таймыре и строительству биотехнологического комплекса в Богучанском районе. А на левобережье Красноярска планируется реализовать масштабный проект Красноярск-Сити. Планируется создание строительства делового центра общей суммы инвестиций порядка 47 миллиардов рублей. Конечно, сейчас мы обсуждаем эти все конспектуальные решения, которые там предлагают нам архитекторы. В эту работу активно вовлечены и подрядные организации, и экспертные сообщества. Так что, в самом скором времени, я думаю, концепт будет представлен для публичного обсуждения. Всего в рамках форума прошло больше сотни мероприятий, подписано три десятка соглашений. Ножеством этого года стали роуд-шоу по инвестиционным проектам в сфере экологии и развития Красноярска до 2035 года. Мы планируем организовать работу по продолжению обсуждений тех вопросов, которые были подняты здесь. У нас есть задача сделать форум в круглогодичном формате, поэтому мы планируем, что в ежемесячном режиме, может быть, немножко даже в другом графике, дискуссии, та повестка, которая здесь была обозначена, дальше найдут свое продолжение. Эксперты были единогласны. Красноярский экономический форум доказал свою эффективность, а также подтвердил, что Сибирь с ее мощным потенциалом поможет экономике России в новых непростых условиях взять курс на восток. Диана Альтергот, Анна Московских, Алексей Гусев, Енисей. Новости.